Кабель Уникальность отечественной системы шифрования вскоре была признана даже противником. Юрий Толмачев. В годы Великой Отечественной войны командир взвода дальней связи. Ни в период Отечественной войны, ни после нее противнику не удалось расшифровать ни одно из правительственных сообщений. При этом в 1942 году советские криптологи научились читать сообщения, зашифрованные с помощью немецкого дискового шифратора «Энигма». Владимир Котельников. В годы Второй мировой войны под его руководством была создана уникальная отечественная аппаратура засекречивания телефонных и телеграфных сообщений. Сейчас вы увидите прижизненное интервью легендарного Владимира Котельникова. Как только включалась засекречивающая аппаратура, сразу немцы старались установить помехи. Если бы они могли расшифровывать, наверное, они бы не мешали себе это делать. В 1957 году в Советском Союзе вновь чуть не произошел дворцовый переворот. Группа противников генерального секретаря Хрущева на заседании президиума ЦК отправила его руководить сельским хозяйством. Дело оставалось за малым. Утвердить это решение на пленуме ЦК не успели. Ситуацию переломил один телефонный звонок. Секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев сумел дозвониться до маршала Жукова, который находился на учениях в Солнечногорске. Лишь поддержка Жукова и его заявление о готовности армии выступить за Хрущева переломили ситуацию. Свои посты потеряли все заговорщики. Особенно цинично наказали знаменитого сталинского премьера Вячеслава Молотова, отправив послом в Монголию. Понятно теперь, что надо было обладать определенным мужеством, чтобы, будучи телефонисткой спецкоммутатора, выполнять неформальные просьбы опального премьера. Слушаю вас. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Пожалуйста, вызываю. Сергей Иванович, добрый день. С вами хотел бы поговорить президент. У нас появилась уникальная возможность показать вам сердце правительственной связи, коммутаторный зал. Сотрудницы, которые здесь работают, проходят жесточайший отбор, длящийся около года. Почему правительственная связь до сих пор обеспечивается вручную? Потому что опытный оператор во время кризисных ситуаций очень быстро находит оптимальную схему связи. То есть делает то, что автомат сделать не в состоянии. Вы сейчас видите то, что до сих пор показывать было нельзя. Развертывание и работу войск связи специального назначения, сверхсекретное оборудование, уникальные системы шифрования и защиты создавались не одним поколением талантливейших людей. С каждым годом эти системы становятся все сложнее и сложнее. В России продолжает действовать своя, ни на чью, ни похожая система. И это не дань традициям или ложному патриотизму. Управляемость страны в любой, даже самой критической ситуации должна быть на высочайшем уровне, если страна претендует на статус великой державы. И хотя развитие техники идет вперед с мимильными шагами, без людей все это так и останется грудой железа. Именно люди. Главное богатство сверхсекретной, сверхсложной системы спецсвязи. Именно от них зависит все в критической ситуации. Так было ни один и ни два раза в истории. И еще долго будет. В ближайшие сто лет точно. Субтитры подогнал «Симон»